Отрабатывая удары ногами и руками, ребята, посещающие секцию тэквондо в Басарабянске, постепенно оттачивают свое мастерство. И хотя до профессионалов многим из них еще далеко, мальчики и девочки стараются как могут. Это первый образ жизни, это тренировки. Ты будешь сильным, если будешь заниматься этим. Я учусь и занимаюсь тэквондо. Это спорт, во-первых. Во-вторых, это оборона какая-то. Хоть мы и девочки, мы должны как-то защищаться. Мне хочется ходить на занятия, чтобы здоровье было лучше. Изменилась твоя жизнь после этих тренировок? Да, посильнее стало чуть-чуть. Ну, могу, наверное, уже могу сказать, что я могу дать отпор человеку. Ну, не взрослому, но могу. Конечно, изменилась. Ты сильнее ставишь, тебя переполняет другой свет, счастье переполняет. Это другая часть жизни. Изменилась в лучшую сторону. Я стал сильнее. В Басарабяске секция тэквондо бесперебойно действовала на протяжении более чем 20 лет в здании бывшего завода «Мизон». Ее основатель, в прошлом спортсмен Иван Сухин, содержал секцию практически за счет собственных средств. Потому что к спортшколе она никогда не относилась. Значит, на госфинансирование рассчитывать было нельзя. В 2010 году тренер получил травму. Заниматься с ребятами не мог, и секцию пришлось закрыть. В тренировочном зале «Мизона» осталось все спортивное снаряжение. Придя в норму, Иван Сухин решил возобновить занятия. Но ни одного снаряда на прежнем месте не нашел. Сейчас секция действует на базе предприятия «Амбосфер». Однако без необходимого снаряжения тренировки проводить сложно. Мне нужен спонсор, для того, чтобы покрыть все расходы. Покрыть пол надо, организовать покупку груши, лапы, перчатки, потом раковины, шлемы. Это все надо покупать. А у меня пока денег таких нет. И я ищу спонсора, для того, чтобы помочь мне поднять ребят и девчат. Юные тэквондисты с пониманием относятся к этим трудностям. И надеются, что спортивные снаряды и снаряжение у них все-таки появятся. В данное время секцию посещает порядка 15 ребят. И набор продолжается. Принимают как мальчишек, так и девчонок от 6 лет и старше. По словам тренера, многие из его прежних воспитанников уже стали чемпионами. У меня пресс-сакар Таня была пятикратной чемпионкой Молдовы. Потом девчонка с Ердановки приезжала, в 11 лет начала заниматься, Кыржа Татьяна. Тоже стала шестикратной чемпионкой Молдовы. Но у меня там, у ей соперниц не было. Я говорю, что она имела 48 килограмм, выходила на 65. Ну такая была, боевая. Чтобы добиться таких результатов, новичкам придется усиленно тренироваться не один год. Главное, чтобы было где это делать и на чем. Субтитры создавал DimaTorzok